Мы находили, что в 30-е годы эти репрессии были репрессированы, казнены люди под пытками. Он признался под пытками. Знание под пытками недействительное. Ислами тюрьмы, это были просто помещения, где закрывали, где особо опасные преступления. Боялись, что у них какие-то там зинданы сажали. А так, для обычных, где тюма была, это порой, они арендовали сами это помещение, и там охранника ставят, чтобы они не уходили. Иклара у нас в шариате отличается от Иклара в светских законах. У него своя особенность есть, о которой мы, инша Аллах, сейчас скажем. Что такое Иклара? Иклара в шариате – это признание о каком-то праве кому-либо. То, что это в шариате обосновано, говорит аят священного Корана, Будьте справедливыми, свидетельствующими ради Аллаха, даже если это свидетельство будет против самих сынов. И хадис есть пророка, алейхиссалату ассалам, когда один пришел сподвижник, обвинил, что жена ему изменила. Порок, саллаллаху алейхиссалату ассалам, говорит своему сподвижнику Унэйсу, «Вахду я Унэйс аля мра-тихаза, фа-ми-а-тарафа, фа-джамхан». Унэйс, отправляйся утром к жене вот этого, спроси, была ли измена? Если было, то накажи путем побивания камнями, то есть казните ее. То есть, если она признается. И также доказательством этого является история Маиза и мра-тихамидия. Когда один из подвижников пророка, которого звали Маиз, пришел и признался в том, что он совершил прелюбодьяны. Пророк, саллаллаху алейхиссалату ассалам, отворачивается от него. Он заходит с этой стороны, я, асуле Аллах, накажи меня по законам Аллаха. Он отворачивается в ту сторону, он опять приходит. Несколько раз пророк саллаллаху алейху ассалям отворачивается Потому что признание это Когда нет никаких наказательств То есть вроде Если чем нет признания То нет никакого основания наказания Потом пророк саллаллаху алейху ассалям говорит Может ты всего лишь поцеловал ее? Нет, совершил прелюбодия Когда он уже так настойчиво Тогда пророк саллаллаху алейху ассалям На основании этого признания Приговорил его к смертной казни Через побивание камнями То есть на основании его личного признания Теперь Игра, признание бывает Значит Двух видов признания Относительно Какого-то права Перед Аллахом И права перед людьми У нас делятся права перед Аллахом И долг То есть долг перед Аллахом И долг перед людьми Например, долг перед Аллахом Не нарушать то-то, 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 да? Например, зима Когда человек совершает зима Это покушение на права Всевышнего Или распитие спиртного Кража Кража там и Как бы есть Как бы есть покушение на права человека И на права как бы Всевышнего Если человек То, что касается Покушения На нарушение Долга перед Аллахом Человек Признался Потом Он Отказывается От признания Этого человека Не наказан Поняли, да? Если человек говорит Пришел без свидетелей Пришел К суде Говорит Я выпил Судя Приговаривает Его Спиртной выпил Приговаривает Сорока палка Потом Если он говорит Не, не, не Не пил Отказывается Все Судя должен его отпустить Потому что Может человек Оговорился Потом передумал Вот так произошло И С Маизом Вот этим сподвижником Когда его начали бить Камнями Через побивание Он побежал И Сподвижники Побежали за ним Пророк Салли Аллаху Кричит Оставьте Отпустите То есть Значит Он отказывается От своего признания Поговорил Потом Пожалел Тот Отбежал Где большие камни Он говорит Завершайте Касть Потому что Вы там Маленькими камнями Бьете И Не умереть Не умираешь И только мучаешься Потом они Догнали его Там И Забили его Насту Если Еще раз повторяю Если Решение Основано На Признании Нет Никаким Другим Доказательств Потом он Отказывается Его Не наказывают Это Если Нарушение Как бы Права Всевышнего Но если Права человека Нарушен Допустим Человек Украл Пришел Признался Говорит Я украл Во первых Он должен Возместить Украденное И во вторых При определенных Условиях Ему отрезают Руку Правую Первый раз Да Если После решения Судей Он говорит Нет Я отказываюсь Я не воровал Руку ему Не режут Но Уже Имущество Которым Которым Он признался В краже Которым Он признался Он должен Вернуть Тому человек То есть Долг Перед людьми Остается Долг Перед Аллахом Если он Отказывается Все Как бы Снимается Второе Это Признание Относительно Прав людей Наушение Прав людей Да Украл Например Оклеветал И так далее Да Допустим Человек Оклеветал Другого В прелюбодеяни Покушение На Права Этого Человека За Это Его Бьют Да Ему Наносят Там 80 Ударов Если Он не может Предоставить Свидетелей Теперь У этого Признания Есть определенные Условия Первое Человек Который Признается Он должен быть Совершеннолетним И Человек В здоровом Уме Несовершеннолетний Или Его признание Не считается По шариат Второе Условие Третье Это первое Было Совершеннолетие Второе В здравом Уме Третье Условие Добровольное То есть Не Под Принуждением Должно Быть Признание Поэтому Когда Допустим Мы Находили Что В 30-е годы Эти репрессии Были Репрессированы Казнены Люди Под пытками Он Признался Под пытками Признание Под пытками Недействительное Или Кто-то Может Видел В интернете В Чечне Когда Еще Был Дудаевский Режим Обвинили Двоих Парней В убийстве Человек И Потом Поймал Их Их Избивали Видео Было Стульями Бьют Избивают Пытают Признайте Что Убили Они Не признали Они Не признались То ли Один Признался Или не Признался Не помню Но В конце Концов Их Расстреляли Видео Там Командовал Этим Всем Большие Их Вице-президент Дианда Биен Двоих Ребят У них Не было Свидетельств Не было Основ Но Пытались Путем Пыток Избиений Чтобы Они Признались Они Не признаны Их Как бы Назвал Это Шариатским Судом Казнили Но Это Конечно Никакого Отношения К Шариатскому Суду Не имело Ни Методы Которыми Значит Пытались Выбить У них Эти Показания И Потом Сама Каз Тоже Автоматами Стреляют Таупами Добивают Что-то Страшное Называют Это Шариатским Судом Никакой Шариатской Суде Шариатским Суде Пытками Признания Не выбивали Это Запрещено Поэтому Допустим Человека Под Принуждением Представили Признайся Что ты Брал У нас Долг Ну Под Принуждением Он Слахом Признал Эти Признания Не имеют С точки Звания Шариата Никакой Силы Четвертое Условия Признания Если Признание Относительно Имущества То он Должен Будь Благоразумный В обращении С имуществом То есть Человек Который Не лишен Права Распоряжения Имущества Если Человек Лишен Права Распоряжения Такое Мы говорили Об этом На Позапрошлом Уроке Есть Такое Понятие В шариате То Этот Человек Уже Не может Признать Допустим Что После того Как он Был Лишен Я взял У него Имущество Я у него Что-то Покупал Я ему Должен Все Что связано С имуществом Его признания Не дают Силу Я Говорил Что Отличается Признание В шариатском Суде От светского В шариатском Суде Если Человек Признал Не Без Объяснения Просто так Я должен Фуляну Допустим Сто тысяч Он Не Объясняет Просто Я ему Должен Если Он Перед Судей Это Сказал Или Перед Двумя Свидетелями Все Он должен Будет Отдавать В то время Как в светском Суде Такого Нет Он Просто Я ему Должен Не Объясняет Как он Задолжал И так далее Просто Долженность Все Он уже Должен Дать Этому Человек Упоминается История Одного Авторитетного Арабского Значит Араба Мусульманина Средних Веков Который Был Очень Авторитетным Человеком Стране Стране Но Объясняем И Один Поэт Его Похвалил А Похвала Поэта Естественно В виде Стихотронного Произведения Похвала За это Если Не Дарили Что-то Не давали Поэту Это считался Страшным Позором Надо было Обязательно Давать Если не дашь То Все Тебе Ты уже Покрыл Себя Позором У него Нет денег Он Объясняет Он Говорит Хорошо Давай Сделай Так Я Признаюсь Что я Тебе Должен Перед Судей Шаряц Так как У меня Нечем Платить Меня Он Посадит А мои Родственники Не позволили Такого Авторитета Как я Чтобы Посадили И так Они Сделали Он Признался Что Он Должен Судья Раз нет Будем Сейчас Сажать Родственники Узнали Приехали Скинули Солвали Заплатили Но Аж Авторитетный Человек Не может Сидеть В тюрьме И Надо Подчеркнуть Что Сами Тюрьмы То Что Ислам И То Что В не Исламском Мире Определение Или Понятие Тюрьма Были Совершенно Разные Ислам Тюрьмы Это были Просто Помещения Где Закрывали Ну Где Особо Опасно Преступник Боялись Что Убег Каких-то Там Зинданы Сажали А так Для Обычных Тюрьма Была Это Порой Они Арендовали Сами Это Помещение И Там Охранник Охранник Оставит Чтобы Они Не Уходили От Или Бывало На ночь Их Отпускают Днем Они Возвращаются Их Опять Сажать То Что Потом Появилось В немусульманском Мире Эти страшные Тюрьмы Особенно У нас В России Здесь Там На севере Сибири В холодных Краях Где Люди Умирали От Холода От Всяких Болезней Такого В нашей Исламской Истории Такого Не было Не Это Цель Тюрьмы Вот То Что Сейчас В Европе Это Ближе К Исламскому Пониманию Тюрьмы Когда Человек Име Необходимое Удобство Тюрьме Его Могут Посещать Он Может Там Чем То Заниматься Да Но Не Так Что Закрыто За Семи Этими Страшный Режим Это Не Имеет Отношения К Исламскому Пониманию Тюрьмы И Хочется Вспомнить Историю Имама Савахси Великий Анафитский Имам Он Выступил Против Что-то Сказал Что-то Что Не понравилось Власти Они Его Посадили Больше Десяти лет Семен И Он Будучи Там В этом Зиндане В Средней Азии Тюрьмы Были Зинданы Такие Оттуда Продиктовал Свой знаменитый Труд Мафсуд Своим Ученикам Они Приходят Там Он Диктует Они Пишут Наготовник Наготовник Это Величайший Труд Все На память По памяти Ног Миг Дет А в Средней Азии Чужой Хороши Были Аравском Мире Не Были Такие Суровые Условия Как Средняя Азия Это Было Что Человек Если Махджу То есть Лишенный Права Распоряжения Если Он Признается Материально Каком-то Долге Не Принимается Но Если Нарушение Долга Перед Аллахом То Его Признание Принимается Если Он скажет Я Выпил Его Накажут Или Если Человек Сказал Я Дал Развод Жене Своей Хотя Он Лишен Права Распоряжаться Имуженством Но Право Давать Развод Его Никто Не Лишал И Так Далее Эти Вещи Ему Разрешают Теперь Есть Такой Момент Икра Бельмачгур Когда Человек Признается В чем-то Неопределенном Неизвестном Я Должен Он Говорит Я Должен Фу-Лану Зайдану Такое Признание Шариате Считается Или Не Считается Сказали Ученые Считается Но Что Он Должен Это Уже Спрашивают Его Павтор Он Сказал Я Должен То есть Этого человека Не отвергают Иди И Объясни Что Нет Должен Должен А все Хорошо Давай Теперь Значит Объясни Что ты Должен И Если Он Значит Должен Принимается Его признание Если Он Объяснил Что Действительно Что-то Материальное Даже Как бы Мало Его Не было Ему Что-то Он Должен Или Что Он Должен То Что Разволено Держать Из Того Что Не считается Ценностью Не считается Имущества Допустим Охотничая Собака Старжевая Собака Следопринт Это У нас Имущества Не считается Но То есть Чтобы ему Цену Какую Но Это Дозволено Для Хранения Для Содержания У себя Имущества Хотя Ценностью Она Не является Потому что Собака Наджаса Точно Так же Допустим Навоз Навоз У нас По жаряту Имущества Не считается То есть Цены Имущества Потому что Это Наджаса Но Чужой Навоз Забирает Потому что Он использовался Для удобрения И он не имеет Права То есть Он имеет Право Хранить И Если человек Признался Даже в этом Что я ему должен Там Машину Навоза Принимается Его признание Или я должен Ему Хотничую Собаку Принимается Но если он Скажет Просто Собаку То не Принимается Потому что Просто Собака Если она Не имеет Каких-то Навыков Нет В ней Необходимой Как бы Необходимых Способностей Которые Позволяют Ее Хранить Тогда Это Не считается Имуществом Теперь Если Вопрос Человек Признается Я должен Человеку И потом Делает Исключение Из этого Принимается Такое Признание Человек Я ему Должен Миллион За Исключением Тридцати Тысяч Да Сделал Исключение Изменить Это Это Считается Принимается Но если Человек Говорит Я ему Должен Инша Аллах Если Пожелает Аллах Не считается Почему Потому что Инша Аллах Это Как бы То Что Обязано То есть Во-первых У нас Признание Должно Быть Твердым И Оно Должно Говорить О прошлом О прошлом Долге Инша Аллах Это уже Как бы Перекидывает Это Долг На будущее Это Уже Не считается Его Признанием И Последний Момент Человек Признание Которое Человек Там Да Надо отметить Если Человек Делает Признание С Исключением Да Я Чтобы Его Признание Принималось То Что Он Долг И Исключается Из него Оно Должно Идти Вместе Значит Между ними Должна Быть Пауза Если Человек Говорит Я должен Миллион И Потом Через 30 секунд За исключение Полмиллиона Исключение Уже Не принимается Потому что Там была Долгая Пауза Но если Эта Пауза Была По причине Масло Заикания Человек Или Попехнулся Чихал Чихал То Вот это Не мешает Исключение Принимать И последнее Человек Признается При болезни Болен человек Принимается Признать 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 Ханафиты Он уже Умирает Даже Лжец Начинает Говорить Правду Шафиты Сказали Принимается Это Если Чужому Человек Вопрос Если Наследник Он Говорит Допустим У него Там Наследник Он Одному Что-то Признается Я ему Должен И вот Эта Земля Которая Это Была Его Принимается Сказали Принимается Его Признание Даже Если Пересвет Анафиты Другие Сказали Не Принимается